Классик детской отечественной книги Евгений Иванович Чарушин смотрел на мир внимательными и добрыми глазами. В каждом растрепанном воробье из сельской кошки он видел характер и занимательную историю. Его замечательные рассказы и рисунки учат детей понимать животных и бережно относиться к окружающему миру. Помимо своих книг Евгений Чарушин иллюстрировал книги других писателей Пианки, Пришвина, Маршака. В 30-е годы стал одним из лучших художников детской книги. Работая в дет-издате, иллюстрировал более 100 детских книг. По его собственному признанию иллюстрировать чужие тексты ему было намного проще, чем свои собственные. Рассказ «Кошка Маруська» У деревенского охотника Никиты Ивановича Пистончикова жила пестрая кошка Маруська. Плешивая кошка, худая, тощая, потому что Никита Иванович ее очень плохо кормил. Весной кошка Маруська с голоду стала ходить в лес на охоту. Потихоньку, крадучись, чтобы деревенские собаки ее не видели, уйдет она из деревни и охотится в лесу. То мышку поймает, то изловит какую-нибудь птицу. Пошла она так однажды охотиться, да и осталась совсем жить в лесу. Скоро кошка Маруська потолстела, похорошела, гладкой стала. Ходит по лесу, как разбойник, гнезда разоряет. Живет в свое удовольствие. А хозяин ее, Никита Иванович Пистончиков, о ней совсем забыл. Ну вот пришла осень. Птицы из леса улетели. Только мыши остались на добычу кошки Маруськи. Потом и настоящая зима настала. Мыши стали жить под снегом, редко ректо, когда выберут. Побегут поверху немного и опять уйдут свои подснежные ходы-переходы. Плохо тут пришлось Маруське. И холодно, и голодно. Как прокормиться? Стала устраивать засады. Залезет на дерево и лежит на суку. Ждет, не пробежит ли под деревом мышка или заяц. А если пробежит, Маруська тогда сверху и кинется. Недобычливая такая охота. Отощала кошка, похудела, стала злющей-призлющей, как дикий зверь. Однажды Никита Иванович собрался на охоту. Надел жаячью шапку, ушанку, овчинный полушобок, взял ружье, взял мешок для добычи и пошел на лыжах в лес. Идет он по лесу и разные звериные следы разбирает. Вот заяц пропрыгал, наследил. Вот леса прошла. А вот белка от дерева к дереву по снежку проскакала. Проходит он мимо высокой, толстой ели. И вдруг как свалится ему на голову какой-то зверь. Когтями его заячью шапку рвет, шипит, ворчит. Никита, хвать зверя обеими руками. Так вместе с шапкой и снял с головы. Хотел бросить зверя на землю, глядит. Да это его пестрая кошка Маруська. Тощая-притощая. Одна кожа да кости. Эх ты, засмеялся Никита Иванович. Горе охотник. Жаячью шапку с зайцем спутала. Пожалел он ее, принес домой и с тех пор стал кормить как следует. Чтобы сделать тесто для мукосолик, вам понадобится 2 стакана муки, около 180 мл воды, 1 стакан соли и клей ПВА. Сначала мы смешиваем муку с солью. И потом только постепенно добавляем воду и клей ПВА. Не оставляйте надолго тесто открытым, иначе оно засохнет. Можно его накрыть просто полиэтиленовым пакетом. Чтобы фигурка хорошо держала свою форму, можно сделать каркас из фольги. Детали нашей фигурки мы склеиваем водой. Для полного высыхания фигурки должно пройти несколько дней. Но если вы хотите ее покрасить сразу же, то можно это сделать. Единственное, что не нужно, очень много добавлять воды в вашу краску. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok